С нами на связи телеведущая, политик и бывший соратник Алексея Навального. Нет, 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 телеведущая Татьяна Лазарева. Здравствуйте, Татьяна. Приписали вам лишних качеств для российской власти. Спасибо большое, Татьяна, что пришли к нам в эфир сегодня. Да, здравствуйте. Сложный день, тяжелый эфир, тяжелый день для всех нас. Что бы вы сейчас могли сказать людям, которые пришли туда, которые, в отличие от нас, с вами имеют такую возможность? Простите, не самое какое-то лучшее время было меня сейчас именно вызывать в эфир, когда именно сейчас происходит прощание уже окончательное с телом Лёшиным. Я, конечно, бы хотела быть там, но, в принципе, знаете, сидя очень-очень далеко, я понимаю, что всё равно я вместе с этими людьми, и это меня очень-очень радует. Несмотря на то, что я у нас с утра, разумеется, присутствую во всех трансляциях, какие только могут быть, и наблюдая всё это, понимаю, что... Я понимаю благодаря этому, что эти люди, которые собрались сегодня, они, в общем, никуда не разойдутся по заветам, опять же, уже Алексея Анатольевича. И я буду с ними, несмотря на то, где бы я ни находилась, с ними рядом физически или нет. Что сказать? Ничего говорить нельзя, не обязательно и не нужно на похоронах. Просто посмотреть друг на друга, убедиться в том, что мы не хороним надежду сегодня, на самом деле. Ну, кажется, самое важное уже случилось, мы все увидели, что мы не одни, действительно, что мы вместе, и вместе с теми, кто в Москве, и с теми, кто по всему миру прикован к экранам своих компьютеров. Это сотни тысяч, если не миллионы людей, и те, кто сегодня вечером по всему миру пойдёт в семь часов по своему времени к монументам и мемориалу памяти Алексея Навального, которые воздвигнуты во многих частях, и во многих странах, и на городах. Татьяна, сложно, конечно, сегодня что-то говорить, но кажется, такой день, вот мы говорили с Яной Трояновой сегодня, и она говорит, что надо радоваться, и надо пытаться улыбаться, как это делал Алексей всегда, даже в судах, даже в последние вот эти видео страшные из судов, что вы, хорошего, можете вспомнить, самый забавный случай, связанный с Алексеем Навальным? Боюсь, что сейчас, не знаю, не могу конкретно что-то вспомнить. Было очень много у нас общения всевозможного с ним, но оно всегда было какое-то такое очень открытое, очень честное. Вот, пожалуй, главное, что я могу сказать. Он был очень, ну, чистен с собеседниками, и в этом смысле нам всем повезло, что этот человек прошёлся по нашей жизни и показал нам действительно, что, а да, таким можно быть. Ну, правда, недолго в его случае. Но, тем не менее, вот каких-то, ну, окей, я сейчас просто, я бы согласна была посмеяться вместе с Трояновой, в общем, наверняка мы это с ней сделаем, но не вот, простите, не прямо сейчас. Сейчас, мне кажется, более важным как-то присутствовать именно вот в этот момент, когда его опускают в землю, посмотреть, как побыть там, и немножко, простите, немного в тишине. Я понимаю, что вы готовились со своей стороны к этому эфиру, но смешные истории я буду рассказывать чуть позже. Конечно. Татьяна, возможно, вы можете поделиться сейчас не смешными историями. Татьяна, уже не с нами. Нет, с нами, с нами, с нами, Татьяна. Татьяна, слышите ли меня? Да, да. Ну, чуть-чуть прям страшновато, Татьяна. Да, да, Татьяна, Татьяна, скажите, может быть, у вас есть какие-то рецепты для наших зрителей, для тех, кто прощается с Навальным в Москве или в других городах? Как пережить это время? Вы знаете, есть, есть. Очень один хороший рецепт, который я, по крайней мере, применяю к себе, и я знаю, что это делает не только я. Очень многие нужно в какой-то момент просто спросить себя, а что бы тебе сейчас, когда ты опустил руки, когда у тебя нет никакой надежды, когда ты в отчаянии, когда ты не хочешь никакого сопротивления больше оказывать, когда ты раздавлен, когда ты не веришь ни во что. Что бы тебе сейчас сказал Лёша? А Лёша бы сказал, ты что, с ума сошла, что ли? Ну-ка прекрати немедленно. Возьми себя в руки и продолжай. Прямо сейчас, Татьяна, простите, я прерыву вас, прямо сейчас на экранах мы видим, как прощается с Алексеем его мама. Вот эти кадры. Прямо сейчас, да, родные и близкие прощаются с Алексеем, сразу после этого гроб опустят в могилу, и с ним смогут попрощаться уже все желающие. Татьяна, спасибо вам большое. Сложный день. И спасибо, что вы уделили нам какое-то время. И спасибо, что мы все вместе. Спасибо. Друзья, спасибо, что смотрели это видео. Обязательно поставьте ему лайк, подпишитесь на канал, расскажите о нас своим друзьям. Это поможет нам набрать новую аудиторию, стать больше. Еще больше людей таким образом узнают о тех важных вещах, которые мы рассказываем вам на этом канале. Так что обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. И спасибо, что остаетесь с нами и смотрите нас.